Полностью обновлена. Именно так можно сказать о средней общеобразовательной школе номер 3, что в микрорайоне Заречном. Ремонт начался в январе и уже сейчас школа готова принять учеников. Здание 1971 года постройки. В 2021 учебное заведение отметило свой 50-летний юбилей. Несколько лет назад его включили в программу капитального ремонта. И на сегодняшний день наши двери уже готовы принять детей, которые придут в обновленную, красивую, современную, чудеснейшую школу. Хочу сказать огромное спасибо людям. Мы называем их волшебниками, которые помогли произойти этому капитальному ремонту. Огромное спасибо главе нашего округа Андрею Алексеевичу Булгакову. И, конечно, огромнейшее спасибо за ту красоту, которая сейчас есть нашему подрядчику, строительной компании, ее президенту Агекену Григорию Валерьевичу. В школе обновили спортивный зал, уложили специальный линолеум, установили баскетбольные кольца. Теперь в школе большая столовая. Во всем здании установили сенсорные краны, бойлеры, новую сантехнику. На первом этаже, который после ремонта будет занимать начальная школа, заменили раздевалки для учеников младших и старших классов. Теперь они разделены. Стены здания обшиты стекломагниевыми панелями. Они легко моются и не горят. Взамен старым окнам вставили панорамные. Они автоматически открываются при срабатывании пожарной сигнализации. На каждом этаже стены окрашены в разные цвета. Их выбирали совместно с родителями учеников. Шло бурное обсуждение на данный момент. И дети, и родители, и педагоги довольны цветом, довольны планировкой. Некоторые изменения произошли в планировке школы. Мы наконец-то получили школьный музей, комнату детских инициатив. И у нас теперь работает свой театр. Действительно, отдельного помещения у детского театра «Лукоморье» раньше не было. Зато сейчас есть и отдельный костюмерный, и большой актовый зал со сценой. Сейчас у нас появилась такая замечательная возможность ставить спектакли на большой красивой сцене с занавесом, с рядами. В прошлом году мы участвовали в муниципальном конкурсе. Среди всех театров Щелковского района заняли первое место по всем критериям. У нас также есть награды. Мы участвовали в областном, стали призерами. И всероссийского уровня мы участвовали заочно. Мы присылали кадры какие-то. У нас есть награды и всероссийского уровня. На самом деле, мы очень рады, что благодаря капитальному ремонту сейчас у нас есть больше возможностей, где мы сможем подготовить ребят к выступлениям на более высоком уровне. Актовый зал и костюмерные совмещены с еще одним помещением. Это уникальная дверь-трансформер, которая складывается и объединяет два пространства. Актовый зал и новую школу детских инициатив. А происходит это вот так. Здесь будут работать и актив, и классные руководители, и ребята, которые участвуют в различных творческих проектах, спортивных проектах. Вот здесь это место, где мы будем все это вместе с ними творить. Это абсолютно новое помещение. Да, вот наша школа преобразилась после капитального ремонта. И когда создавалась концепция, какой же будет наша обновленная школа, мы очень большое внимание уделили тому, чтобы было место для того, чтобы дети могли считать его таким вот своим местом для различных активностей. У школы появился свой стадион с баскетбольной площадкой, зоной воркаута, который доступен для всех жителей микрорайона Заречного после уроков. На входе в школу установлены новые пропускные системы СКУД, камеры видеонаблюдения, пожарная сигнализация, мягкая кровля и система вентиляции по современным стандартам. Обновлены все кабинеты, мебель в них, установлены новые интерактивные доски и другое цифровое оборудование. Мы участвуем в проекте цифровые классы Подмосковья, и старшие классы у нас в этом проекте будут несколько дней получать образование в дистанционном формате, то есть с применением новых технологий. И как раз оборудование, которое есть у меня в кабинете и в кабинетах других учителей, позволяет эффективно проект реализовывать. И это, безусловно, помогает детям при подготовке к экзаменам и помогает добиться результатов. И это видно по прошлому году, когда мы тоже участвовали в этом проекте, и дети поступили в престижные вузы страны. Методическая работа в новом учебном году тоже выйдет на новый уровень. В округе школа уже является региональной стажировочной площадкой по теме «Опорная школа по ведению и внедрению федеральных образовательных программ». «В результате капремонта появилась возможность, безусловно, уделить методической работе больше внимания, поскольку в школе появился ресурсный центр, где педагоги смогут реализовывать свой опыт работы и показывать его на уровне городского округа Щелково и Московской области, поскольку ежегодно в школе проходят такие мероприятия. А сейчас эта возможность появилась, поскольку появился сам ресурсный центр». 2 сентября двери этого учебного заведения откроются уже в 53-й раз. В этом году здесь набрали 4 первых класса, а это значит, что 120 ребят шагнут в новую жизнь в новой школе. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.